Шалом дорогие друзья, шалом хаверим Мы на канале Рэбэй Лягу Коцар И сегодня мы продолжаем изучать Тору И еще один урок Торы По главе Мишпатим мы движемся вперед От главы Итро перешли к главе Мишпатим потихоньку И будем разбираться в том, что Бог предложил нам И сегодня я хочу поделиться с вами Интересным своим таким откровением Или тем хлебом, который Бог дал мне По началу главы, по первым стихам ее И известное местописание Вы, наверное, обращали на него внимание О рабе с прополотым ухом Который отказался получить свободу Мы будем сегодня разговаривать Много слышал разных комментариев Но делюсь своим пониманием Поэтому, ну, я думаю, что будет интересно Смотрите до конца Друзья, всех благодарю В первую очередь За то, что поддерживаете канал И за то, что подписываетесь Ставите ваши лайки и комментарии Это существенно важно Так как мы не используем Никакой рекламы И других никаких вещей Там есть разные платные услуги Для поднятия канала Мы этим не пользуемся Мы всем не пользуемся Мы верим, что Если Бог Богу угодно дело Оно Бог совершит И расположит ваши сердца Поддерживать канал Вот таким образом Потому что Когда мы действуем Подобным образом Создаем Привлекаем внимание Ютуба К каналу То есть мы Ставя лайки Или комментарии Или подписываясь на канал А лучше все сразу Сделать его В общем Тогда Канал набирает Скажем так Веса И Ютуб Все большему количеству Людей Предлагает Его к просмотру То есть От нас С вами От нашей Качественной работы Зависит Сколько людей Увидят Или услышат Учение Единственное Учение Которое Есть для народа Божьего И Услышат Его в свете Машеха Вот И Я думаю Что Делаем Общее Важное Дело Поэтому Друзья Давайте Каждый Своё Делать Делать Качественно Прошу Также Вашей помощи Если вам Не трудно Те кто Первый раз На канале Если вам Не трудно Если Ну я думаю Тут трудностей Никаких Нету Подключайтесь Помогите Поднимать Нам канал И Сделать Его Таким же Ну Насыщенным И популярным Как Вот Там Видеоблоги Которые Рассказывают Как резать Морковку Там Или капусту Ну Понимаете О чем я говорю Мы говорим О серьезных вещах И таких вещах Которые Ну Информацию Такую Подаем Которую Ну Не всегда Вы услышите И Ну Не всегда Вы Ее Сможете Где-то В другом Месте Услышать Итак Наша Глава Мишпатим Это Мишпатим Ну Обычно Глава Начинается Со слов И Название Главы И Начальные Слова Они совпадают И вот Законы Мишпатим То есть Свод законов Которые Бог Предлагает Своему Народу И Интересное Наблюдение Что Начинается Не Закона Служения Богу А Начинается С человеческих Взаимоотношений Тем Самым Бог Показывает Приоритетность Потому Что Есть Такая Мудрость Еврейская Она Гласит Следующим Образом Что Наше Отношение К людям Оно Предшествует Торе То есть То Как мы Относимся К людям Если у нас Нет Нормальных Здоровых Взаимоотношений С людьми У нас Мы не Сможем Изучать Ну то есть Мы можем Ее читать Тару Но Мы не Сможем Там Добывать Свой хлеб Тот хлеб Жизни Который Бог Сдаёт Своему Народу Для Подкрепления Духовного Человека Нашей Нышам Души Которая Сверху И которая Ну Должна Набирать Вес И становиться Ее До все больше Плоскового Нашего Все меньше Материального Ведь мы Здесь Для того Здесь В этом мире Для того Чтобы Отделить Материальное И освободиться От материального Насколько Чтобы оно Не владело Нами И чтобы Ничто Нас Больше К этой Земной Ну Не привязывало Когда мы Будем Совершать Переход В вечность Мы будем Подниматься Вверх Чтобы Ничто И больше Земли Нас Здесь Не привязывало Это Это Очень Важно И Об этом И говорит И Новый Завет Книги Нового Завета Там Помните Петр Говорит Что Вот эти Лжеучителя Или Лжепророки Которые Были И в народе И появятся Он говорит Что они Едва Отставших Людей От Начатков Материального Мира Они Их Снова Туда Возвращают Для того Чтобы Использовать Их Для того Чтобы Они Работали На Них И Вот Это Один Из Признак Таких Лжеучителей Которые Не Не Освобождают То есть Не несут Послание Освобождения От Материального В пользу Духовного Да Но Наоборот Людей Учат Разным Сетевым Маркетингом И Так И Прочие И прочие Вещи Тем Самым Еще Больше Их Запутывая Это Смешивая С духовными Понятиями Да И Получается Ну Ерунда Полная И Здесь Мы Сейчас Глава Начинается Интересным Местом И Которое Я Уже Говорил Но Много Я слышал Разных Комментариев Но В свое Время Бог Мне Открыл И Я Сейчас С этим Подивлюсь Вот И Я Зачитаю Сначала И вот Законы Которые Ты Разъяснишь Им Если Купишь Раба Еврея Шесть лет Он Будет Служить А на Седьмой Выйдет На Свободу Без Выкупа Если Он Пришел Один Выйдет Один А Если Была У него Жена Выйдет И жена Вместе С ним Если Господин Его Даст Ему Жену А раб Выйдет Один А если Заявит Раб Я Люблю Господина Свою И Жену Свою И Детей Своих И Не Выйду Я На Свободу Пусть Господин Приведет Его К Судям И Подведет Его К Дверям Или К К К И Проколит Господин Ухо Его Шилом И Останется Он Служит Ему Навеки Интересно Да И Как Какая Зачем Прокалывать Ухо Человеку И Здесь Мы Видим Видите Первое Проколотое Ухо Первый Пример Проколотое Ухо Сейчас Это Стало Модным Когда Мужчины Одевают Сережки В уши Делают Себе Как Женщине Ведь Подобного Закона Для Женщин Нету Кстати И Ну А вот Это Самое Первое И мы Будем Говорить Сейчас И Важно Чтобы Это Понимало И молодежь Которая Делает Себе Украшения Сейчас Принято Унисекс Когда Женские Одежды И Все Украшения Они И для Мужчин И для Женщин То есть Смешание Такого Рода Что Уже Не поймешь Женщина Перед тобой Стоит Или Мужчина Давайте Будем Начнем Размышления С того Что Кто Такой Почему Человек Попадает В рабство И Ведь Говорится О Израильтянине Не О Каком То Других Людях И Здесь Урегулируется Взаимоотношение В самой Общине А Община Божья Она Является Семьей Одной Одним Целым Одним Единым И Как Так Получается Что Человек Может Попасть В рабство К Подобному Себе Или Ну Из-за Чего Это Может Произойти Прежде Витра Там Когда Мы Смотрели Там Перед Тем Как Бог Начнет Давать Законы И Открывать Тору Еще Они Не Имели Их Перед Собой Да Еще Это Все Было В Духовном Мире И Не Переведено Было Материально Не Записано Они Слышали Если Ты Будешь Слушать Заповеди Мои Если Ты Будешь Исполнять Их Там Есть Место То Бог Не Наведет На Тебя Проклятие Египетских И Болезней Не Будет Твоим Целителем Так Вот Уже Тогда Бог Говорил Об Этому И Давал Четко Понять Но Когда Моше Приняло Тору На Горе И Когда Тора Была Вручена Народу Там Уже Было Ясно Понятно Написано Что Если Ты Будешь Это Я Цитирую Второзаконие И Если Ты Будешь Исполнять Заповеди Слушая Глаза Моего Именно Вот Такой Текст Стоит В Оригинале А Не Синаидальном Там Чуть По Другому Синаидальном Сказано Если Ты Будешь Соблюдать Заповеди И Слушать Голос Мой То есть Разделено А Здесь Оно Вместе То есть Если Ты Будешь Исполнять Заповеди Слушая Голоса Моего То есть Бог В заповедях Открыл Ну Нам Как Поступать И Урегулировал Эти Взаимоотношения И Десять Заповедей Они Это Как бы Начало Это Положенное Начало Это Точка Отправления Для Дальшего Духовного Роста И Второзакон Четко Сказано То Придут На тебя Сии Благословения И там Благословенты При выходе Благословенты При входе И все Остальное Но Также Там Написано О проклятиях Когда Человек Будет Не Слушать Голоса Бога Своего И Нарушать Законы То Придут На него Все Проклятия И Одно Из Проклятий Это Невозможность Есть Свой Хлеб То Если Слушая Ты Получаешь Благословение В Своих Ну Благословенные Житницы Твои И все То Там Ровно Как Наоборот И Получается Что Человек Отказавшись От Ну Где-то Споткнувшись Или уклонившись От пути истины Да И жизни Поистине То Он Попадает В капкан И Естественно Что Все то состояние Которое Было У него Оно Уходит И Оставляет Его То есть И он Попадает В зависимости Но Так Как Это Брат И Он Должен Ну Здесь Проявляется Забота О человеке Даже О таком Человеке Который Уклонился От пути истины И Возьми его В свой дом И будет он Тебе рабом Рабство Кстати Это Здесь Нету Ну В еврейском Обществе И В понимании И Греческом Понимании Раба Они Разные Поэтому Потому что Человеческое Отношение И Если ты В правильном Положении К Богу Ты должен Относиться Хорошо И К Любому Человеку Будь то Раб Или Свободный Ну Этот вопрос Даже не обсуждается Поэтому Берется В дом Это Берется В дом Подобный Тебе И Твое Отношение К нему Должно Быть Соответственно И Берется Он Ровно На 6 Лет То есть 6 лет Это Вот Это Цифра Мира Когда Было Творение И Оно Олицетворяет С собой Вот Эту Суету Этого Мира Седьмой День Это День Покоя И Как раз В седьмой Год Вы Знаете Что Есть Юбилейные Года Есть Ну Когда В седьмой Год Отпускаются Все Кто Был В рабстве Или Попал Прощаются Все Долги И Вот В этот Седьмой Год Этот Человек Должен Быть Отпущен Что Должно Было С ним Произойти За Эти 6 Лет Пока Он Был В твоем Доме Он С него Снимает Соответственность За его Положение То есть Он Ест Твой Хлеб Он Имеет Постель Имеет Покров Над Головой Ему Не надо Думать Где Ему Найти Эту Еду Добыть Себе Все Это Он Уже Имеет Но Своим Примером Ты Должен Показать Ты Ты же В правильном Положении Находишься Показать И Он Должен Увидеть Почему С Ним Это Все Произошло Потому Что Когда Ты В правильном Положении Ты Молишься Ты Читаешь Слово Божье Ты Назидаешься Ты Наполняешься Словом Божьим И Естественно Там Где Бог И призываешь Имя Господне Там Где Бог Там Устройство И Порядок И Этот Человек Находясь У тебя Дома Он Должен Увидеть Это И Оно Приходит Осознание Почему Так Получилось В Моей Жизни И Как Открутить Все И Стать В Нормальное Положение За Шесть Этих Лет В Седьмой Год Год Который Является Шабат И В Нем Не Сеется Никакой Такой Работы Глобальной Не Делается Потому Что Бог Дает Так Как И Перед Шабат Он Дает Возможность Заработать И Иметь Сколько Чтобы Этот Год И Земля Отдыхала И Все Отдыхало И Раб Должен был Получить Свободу Выйти на Свободу И Не только Внешнюю Свободу Но Он Первую Очередь Это Должна Была Пройти Вот Эта Чува Или Возвращение На Путь Истины Он Внутренне Освободившись Получает И Свободу Внешнюю Независимость Внешнюю Но Есть Люди И Были Люди И Они Сейчас Есть Которые Ну Сейчас Объясню Как Это Ну Как Ну Чтоб Попроще Чтоб Не Закручивать Которым Ну Легче Быть Безответственными То есть Снимать С себя Ответственность Потому Что Если Ты Ну Взять Условную Общину Да За За Такой Как Ну За Семейный Круг То Попадая Туда Ты Там Или Возрастаешь И И Исцеляешься И Получаешь Свободу И Дальше Уже Начинаешь Двигаться Самостоятельно Или же Ты Подобно Этому Рабу Говоришь А я Не хочу Никуда Уходить Я Не хочу Брать Опять Ответственность За Свою Жесть На Себя Я Останусь Тут Меня Не Все Так Устраивает Понимаете В то Время Когда Последняя Заповедь Машеха На Которого Любят Ссылаться Так Вот Она Гласит Следующее Идите И Научите Все Народы То Есть Он Не Говорит Сидите На Месте И Сидите А Вопрос Идите И Научите Все Народы И Здесь О чем Сказано О том Что Своей жизнью Покажите Как Надо Правильно Жить Но Проще Сидеть Вот В этой В этой Общине И Всю Ответственность Сбросить На Кого То Ну В данном Случа Можно На Пастыря А Это Сбрасывают На Хозяина И Интересно Человек Отказывается От Свободы А Что Дает Свобода Шмай Израэль То есть Слушай Израэль Ты Когда Ты Свободный Человек Я Уже Говорил Помните Есть Пал Авра На Своё Лицо Что О чем Это Говорит Человек Отказывается От Видимого Пользу Слышания Потому Что Вера Она Ж Есть Мы Знаем Чем Является Вера Это Уверенность В Невидимом То То есть И Осуществление Ожидаемого Поэтому То что мы Видим Это не Есть Постоянная Величина И Поверить В неё Что так Будет Всегда Нельзя И Мы Можем Заглянуть Дальше Вперёд И Сказать Всё Будет Совершенно По-другому И Эта Вера Поможет Нам Двигаться В том Направлении Когда Мы Пройдём Все Испытания И Ворости Вот Эти И То Что Оказалось Нам Непроходимым Оно Рухнет На наших Глазах Но Это Для Верующих Я же Говорю Что Большинство Людей И Так Их Научили Скорее Всего Потому Что Ну Как Ж Ну Мы Все Я Тоже Проходил Эту Школу И Тоже Мне Говорили Многие Вещи Так Как Слышат Другие Но Что Заставляло Меня Искать И Копаться И Учиться И В Слово Божье Погружаться И Так Ж Множество Людей Которых Я знаю Которые Вышли И Обрели Свободу Полную Но Тут Есть Отказ Он Говорит Я Не Хочу Я Полюбил Своего Господина То В то же Время Как Шмай Израэль Гласит Люби Своего Бога Всем Сердцем Всей Жизнью Всем Разумением Твоим И А Здесь Налицо Привязанность К Человеку И Любов К Человеку До Такой Степени Что Ты Готов Быть Его Рабом Ну Но Не Рабом Божьем То есть Меняется То На Это И Почему Дырка В Ухе Мы Возвращаемся К Этому Моменту И Будем Заканчивать Почему Приводили К Судьям Такого Человека И Назначалось Он Вставал К К К Дверей И Пробивалось Ему Ухо Ухо Это Та Часть Которая Отвечает За Слышание Как Раз И Все Увидев Этого Человека С пробитым Ухом Понимали Весь Израиль Что Это Раб Который Отказался Служить Богу Предпочтя Вот Это Рабство Потому Что Если Человек Не Служит Богу Он Будет Служить Себе Подобному Ну Только Более Сильным Характером Сильной Личности И Все Остальное И Весь Израиль Должен Был Знать Таких Людей Чтобы Знать Что От них Ничему Хорошему Ты Не Научися Даже Если Он Будет Почти Нового Возраста Никаких Дельных Советов Он Не Может Тебе Дать Это Человек Который Отказался От Самого Ценного Того Что Есть У Нас ДНК Еще На Уровне Эдема Потому Что Там Мы Были Полностью Свободными Людьми И Это Передается В Нашем ДНК Из Рода В Род А Есть Люди Которые Сознательно Отказываются Люди Безответственные Скажу Потому Что Очень Много Таких Примеров В моей Жизни Я знал И знаю Им Легче Где-то Пересиживать Переэто Когда Что-то Случается Бежать К более Сильному И ему Говорить Что Мне Делать Скажи Мне Куда Мне И И Как Мне С Этим Делать И Вот Такой Человек Он Не Способен За свою Жизнь Взять Ответственность Тем Больше За жизнь Других Людей То есть За жену Хотя Они часто Женятся Но Поженившись Они бросают Своих Жен Потому Что Представьте За себя Себя Тяжело Нести А еще Если И кого-то То это Полный Караул Вот Вот Эта Первая Процедура Она Ну То есть Первый Закон Который Мы Видим В главе Межпетима Он касается Именно Этого Человека И Почему Я говорю Что Об этом Должны Знать Должна Знать Молодежь Которые Мужчины Прокалывают Себе Уши И Одевают Туда Серги Знаете Это Обычай Он Не Пиратами Придуман Кто-то Пиратам Подражает Кто-то Еще Кому-то Там Ну Я не знаю Ну Кому-то Еще Можно Подражать С этими Пробитыми Ушами Но Это Не Взято Оттуда Это Взято Вот Отсюда С Этого Момента Пробитое Ухо Это Признак Рабства Того Что Ты Раб Человеческий Но Не Божий То Если Тебе Свобода Она Недорога И Ты Не Ценишь Ее То Ты Будешь Рабом И Все Должны Об Этому Знать Вот Что Означает Серега В Ухе Человека Или Пробитое Ухо Ну Если Мы Берем Духовный Смысл Поэтому Будьте Внимательны Будьте Осторожны С Такими Вещами Особенно Молодое Подрастающее Поколение И В Духовном Мере Это Выглядит Вот Так И По Другому Оно Не Будет Выглядеть Уже Никогда Потому Что Есть Духовные Законы А Это Один Из Них Которые Работают Вне Зависимости От Тебя И Когда Ты Будешь Станать И Кряхтеть Под Любящей Рукой Твоего Господина То Возможно Ну Тогда Ты Задумаешься Зачем Ты Это Делал А Я Вообще Советую Не Подражать Этому Миру Не Делать Пробоин В ушах Для женщин Это нормально Для мужчин Нет Не Делать Начертаний На своем Теле Я Советую Вам Молодежь Не Становиться На одну Ступень С Этим Миром Потому Что Ничего Доброго Вы От Этого Не Получите Хорошо Друзья Заканчиваю И Спасибо Всем Кто Слушает Подписываемся На канал Развиваем Его Делаем Его Таким Чтоб Побольше Людей Слышали И Видели Свет Торы И Я думаю Что Бог Будет Всегда С нами И Не Даст Нам Делать Неправильные Шаги Чтобы Нам Не Приходилось За Это Попадать В Такие Ситуации Как Мы Сегодня Рассмотрели Благословляю Вас До Новых Встреч Всем Шалом Всем Всего Хорошего До Свидания Продолжение следует Продолжение следует